друзья здравствуйте компания to say меня зовут дмитрий сегодня буду рассказывать вам про рабочую лошадку про газель но газель не с россии а с японии вот nissan nv200 встречайте японская компания nissan предоставляет концепт рабочего автомобиля и называют его nissan nv200 с прочерком ванет вот далее через два года 2009 уже свет увидела данный автомобиль вот они бывают множество вариаций такие как грузопассажирские просто пассажирские просто грузовые вот все зависит от ваших желаний какой автомобиль хотите приобрести такой nissan вам и даст вот что касается внутри пробежимся быстренько по двигателю название у него hr16d и данный двигатель у нас работает в связке либо с четырехступенчатым автоматом если вы любитель автомата и любите не любите механику то есть вот можно заказать такой но если вы любитель экономии любитель механики то пожалуйста привозим вам двигатель вместе с пяти ступенчатой механической коробкой такой же двигатель стоял и на рабочей nissan ad на марче на ниссан марч и также стоит на дилерских новых жуках точно такой же двигатель он зарекомендовал себя как надежный хороший рабочий рабочий самое главное двигатель также а это аналог вот этих машин которые mazda bongo mitsubishi delica вот но nissan решили сделать и вот этот переднюю часть которая всегда была плоской они ее выдвинули вперед из-за безопасности то есть раньше не были прямые вот сразу лоб а сейчас они его чуть выдвинули наверное чтобы создать какую-то подушку безопасности из но в случае дтп вот чтобы водитель не разные комплектации если у вас самое обыкновенное то у вас будет либо белый цвет либо черный других не дано дальше идут уже у нас чуть подороже там идут вариации в простейшей комплектации всегда черная часть бампер будет черной если у нас идут повыше комплект то может быть даже в цвет цвет всего кузова вот пройдемся вот здесь что касается ушей машина у нас рабочая мужская она без всяких вот этих наворота где вот этот можно менять не менять здесь вот просто раз поправил себе как нужно и поехал дальше в других версиях у нас здесь есть форточка можно привести либо с форточкой либо без форточки сзади nv200 ванет то есть это нам показывает что это предшественник тех самых nissan ванет только она уже модифицированная и сделано под urban то есть под городской трафик поэтому вот такая вот офигенная тачка грузопассажир 600 килограмм можно перевозить но все мы знаем что это 600 по заводу мы-то можем не впихнуть туда и 800 в принципе наверное хотелось бы мне показать внутренности и огроменный а сама машина четыре метра в длину и получается пассажирские у нее этот грузовое помещение два метра посмотрим что внутри чтобы вам закрыть или открыть есть такая ручка вот в принципе просторная это рабочая машина вам на ней возить кого или чего коробки холодильники фрукты запчасти ну и все больше ничего возить вот возить абсолютно все что угодно машина подходит как и для рабочего момента ну то есть что-то где-то отвезти по городу привезти так и для себя ну то есть кого-то отвезти перевести можно даже на ней в ресторан поехать это будет очень необычно никто так не делает вот два метра уже повторюсь в длину также можно опрокинуть давайте закроем также здесь у нас опрокидывается сидушечка в сложном в она выглядит вот так так ну вот мы и внутри что сказать у нас версия не простая не просто грузовая а груза пассажирская есть версии пассажирские здесь еще будет один ряд сидений и все это будет обшито плат пластиком пластмассой вот есть версии где лавочки вообще нет а эта версия грузовая у вас еще больше получается пространство для вашего груза здесь у нас есть перила перила это у нас снимается то есть вот таким вот образом чтобы она не мешала но она предназначена больше для безопасности поставим его обратно вот то есть у нас здесь есть ремни безопасности их щелкаем и едем в принципе очень удобно можно даже поставить сюда детей детей можно тоже возить здесь да так покажу наверное трансформацию как это происходит мы опрокидываем сидушку дергаем за дергаем за рычажки и у нас наша машинка превращается вы еще больше грузовую машинку также здесь присутствует еще и багажник на крышу но мы его сняли потому что он не прошел лабораторию кстати очень странно сейчас машиной проходит лабораторию на выдачу из бк тс и с багажником лаборатория не проходит потому что они говорят что это нарушение конструкции транспортного средства очень странно пришлось его снять машина лабораторию прошла и мы ее на место поставим попозже вот посмотрим внутри что ну что у нас здесь здесь у нас немного но и с другой стороны немало так как машинка еще раз здесь будут в этом видео очень много слов про работу потому что машина правда рабочая здесь ничего лишнего два постаканчика небольшой вот здесь бардачок ну что-то виде бардачка дальше вот здесь помещение для бумаг здесь у нас пепельница вот также здесь можно поставить стаканчики выведена сюда кондиционер подогрев заднего стекла и вы все больше то и не надо здесь стоит камера но магнитола конечно не штатная поставили камеру заднего вида зеркала тоже нету но она и не надо потому что есть зеркало заднего вида и боковые можно посмотреться на себя машина чувствует себя в городе офигенно превосходно на ней хочется работать а после этого мне хочется в костюме ехать на делу и встречу ценовая политика и клиренс клиренс здесь целых 160 миллиметров это вполне хватает и выехать вам на бездорожье и по городскому трафику проехать вот по ценовой политике такие ниссаны выпускаются 2009 года и мы можем привести их 2009 года с ценовой политикой начиная от 800 тысяч рублей 800 а там дальше уже зависит от пробега от состояния вот все машины идут только на юрлицо вот но это не страшно то есть они будут уже с кнопкой глонасс в принципе все что хотел рассказать рассказать если что-то забыл то напомните мне пожалуйста если есть вопросы звоните пишите обязательно и на этом все меня зовут дмитрий компания тассей всем пока